Вместо дизеля электрокар. В прошлом году продажи экоавто выросли в пять раз. Украина обошла Нидерланды, Японию, США и попала в топ-5 мировых лидеров с самым быстро развивающимся рынком. О преимуществах электромобилей и перспективах развития узнавала Оксана Опрышко. Виталий уже определился с моделью электрокара. Собираюсь его купить, потому что он действительно очень классный, экономичный. Давайте посчитаем. Получилось. 100 километров на электромобиле обойдутся менее одного доллара, а на бензине та же поездка выйдет в 10 раз дороже. Электромобиль в 10-15 раз экономичнее, чем бензиновый или дизельный автомобиль. О покупке электрокара уже задумывается и министр инфраструктуры. Очень хочу. Обещают, что летом электромобили существенно подешевеют. Со дня на день министерство подаст в парламент законопроект об отмене НДС и акциза на импортируемые машины. Он предусматривает в первую очередь льготы для собственников импортных электрокаров, за счет которых их стоимость снизится на 20-30%, возможно и на 40%. В Германии покупателям электрокаров государство компенсирует 4000 евро. В Украине тоже подумывают о бонусах для собственников эко-мобилей. Покупку электрокара может стимулировать еще большее снижение льготного тарифа на ночную электроэнергию. Государство сможет больше продавать отечественного электричества. У нас с Атомом проблем нет, а импорт нефтепродуктов и вывоз долларов из страны уменьшатся. Будут стимулы и для установки зарядок для электрокаров. Сегодня их маловато, около 500 на всю Украину. Мы работаем над упрощением сбора разрешительной документации на установке электрозарядной станции. Предлагаем в законодательном уровне, что если создается стоянка, то организаторы этой стоянки, скажем так, или хозяева, в обязательном порядке должны устанавливать электрозарядку. В прошлом году доля электромобилей в общем объеме автопродаж составила около 5%. До 2020 года она вырастет до 15-20%, рассчитывают в правительстве. Также в Украине планируют наладить сборку эко-машин.